Денис, приветствую тебя на совместном видео фундаментального технического анализа. Была у нас непроложительная пауза, но теперь мы снова в строю и вместе продолжаем разбирать ситуацию рыночную и давать с этим конкретные торговые рекомендации по тем торговым сделкам, активам, которые нам кажутся интересными и перспективными. Что ж, в целом, эта неделя, вкратце, статистики много. Вот, опять же, сегодня только что вышли данные по еврозоне, по Германии, по производственной активности в сфере услуг. Сейчас я с позиции фундамента пару слов про эту статистику скажу. Еще впереди у нас данные по производственной активности в сфере услуг Англии. Те, кто торгуют фунтом, максимум внимания. Фунт, конечно же, чудеса волатильности по 100 пунктов буквально за несколько часов или даже и того меньше. Летает вверх-вниз. Трудно, конечно же, сейчас подловить его на какую-то выраженную трендовую динамику, но, возможно, вот после сегодняшней статистики будет какое-то прояснение. Денис, я сегодня предлагаю как раз становиться на евро, долларе и на нефть. Уверен, что эти инструменты точно будут интересными. Поэтому давай тогда непосредственно перейдем к демонстрации экрана. Начнем с меня фактически. Да, давай. Так, что мне кажется интересного по евро-доллару? Европейская валюта, так же, как и весь риск, очень неплохо воспользовались ситуацией с слабостью американского доллара. Потому что вчерашний день важный для рынка в плане всплеска источника волатильности. Сейчас все снова переключили свое внимание на повторную вспышку коронавирусной инфекции. Действительно, случаи региональные подтвержденные. Жуть еще нагоняет Всемирная организация здравоохранения. Южная Корея вообще уже признали, что это вспышка номер два. То есть полноценный, кстати, первый регион, который официально стал использовать такую терминологию. Ну, в общем, я думаю, что к коронавирусу мы будем об этом геополитическом, экономическом форс-мажоре говорить все чаще и чаще. Поскольку рынок не может до конца переварить еще эту тему. И каждый раз, когда появляются негативные новости по коронавирусу, нам приходится с ними считаться, потому что они приводят в движение финансового актива. Вчера очень неплохо росло золото, облигация, иена, франка. Доллар, конечно же, разочаровывает меня в плане неподтверждения своих защитных качеств. Вчера он сильно просел, и сегодня продолжает проселять. Этим пользуются рисковые инструменты, как я уже отметил, европейской валюты на уровне 1.12.91. С позиции фундамента, вот в момент экономический календарь открыл, смотрю на сегодняшние отчеты по производственной активности. Ты знаешь, данные, конечно же, лучше, чем в прошлом месяце. На основании этого можно предположить, что есть какая-то фундаментальная поддержка для евро. Но она только лишь локальная. Если объективно разбирать эту статистику, индексы все равно ниже 50 пунктов, а это значит, что сектор продолжает стагнироваться. Но лучше прогнозов, лучше прошлых значений, и, соответственно, тот позитив, который сейчас фундаментальный есть, он может придать какой-то импульс восходящему движению европейской валюте. Но самое главное в евро сейчас – это мой акцент на позиционирование рыночное по тому, какой баланс сейчас сил продавцов и покупателей. Я не раз уже говорил про рыночное настроение, про индикатор Кайман, который доступен всем клиентам компании Амаркетса. Сейчас по-прежнему все сидят в продажах, покупатели в меньшинстве, и только поэтому я могу предположить, что европейская валюта, если даст небольшую коррекцию, то это будет лишь временным ценовым явлением, и после, собственно, европейская валюта снова продолжит восстанавливаться. Поэтому сегодня я предлагаю как раз попробовать проследить, как отработает себя впоследствии индикатор Кайман. Рынок должен двигаться, опять же, по пути наименьшего сопротивления. Евро будет все-таки тяготеть наверх из-за того, что сейчас очень много трейдеров в продажах. Поэтому сегодня я вижу хорошие возможности, например, подобрать евро-доллар с уровня 1.12.50. Сейчас котировки 1.12.89, то есть может заход быть к этому значению, отложка buy limit и последующий рост выше уровня 1.13.80. Что касается стоп-лосса, то можно его поставить на значение 1.11.70. И что касается рынка нефти, рынок нефти прям переваривает весь негатив, который появляется на рынке. Опять же, ну чего ему стоило дать коррекцию на факте роста количества заболевших? Ну разве тяжело? Ну нет, мы видим локальные максимумы, бренды WTI, фактически трехмесячные хаи, еще чуть-чуть и будем вообще обновляться и выше еще и закрепляться на новых значениях. То есть уже 43.35, это фактически, одну секундочку, ну да, мы уже вот на уровнях начала марта. Соответственно, по рынку нефти я могу предположить, что если сейчас трейдеры не обратили никакого внимания на негатив по коронавирусу, то, скорее всего, этот фонд будет фильтроваться и не дальше. Но впереди еще запасы, которые выйдут завтра, и запасы указывают на то, что емкость именно у хранилища в США, да и в принципе запасы в целом остаются на исторических максимумах. Ну, может быть, хотя бы эта статистика сможет охладить пыл покупателей. Поэтому я уверен, что коррекция, она давно уже назрела в аналитическом секторе, ее нужно дать, пусть небольшую, пусть после этой коррекции снова мы уйдем на новый максимум, но коррекция реально уже нужна. Поэтому я предлагаю ориентироваться на уровень 43.70 по бренду, как раз использовать его как возможность продать посредством отложки sell limit с целями в районе 40-50 долларов за баррель, ну а стоп-лосс можно будет поставить на значение 44.50. Очень хочется, опять же, поторговать через снижение рынком нефти, я прям давно уже присматриваюсь к этому сектору, пока вне рынка, но вот жду подходящий уровень. Возможно, что под запасы, которые выйдут завтра, такая возможность, Денис, появится. Передаю слово тебе. Так, слово взял. Видно и демонстрацию, и хорошо слышно, так что супер. Супер замечательно. Итак, касательно евро. На самом деле, евро удивило не только тебя, но и меня тоже, потому что я рассчитывал до бой вот до вот этой вот зоны, в район 1.11-1.11.45. Это прекрасная зона покупателей, здесь у нас находится. И плюс ко всему, есть еще и пониже тоже 1.09.91.10.30, это та зона, которую я бы покупал вообще вслепую, можно так даже это назвать. Потому что сама по себе коррекция, ну, как-то слабовато выглядела, как по мне, ну, с учетом общей концепции восходящего движения, то так себе. Хотя по факту, вот мы имеем то, что практически, может сказать, она уже даже закончилась. Единственное только, ну, во-первых, касательно стратегического направления, да, я ожидаю евро в рост, точно так же, как и ты. Хоть уперлись сейчас в недельную, если получается, в следующей неделе и текущий месячный страйк, вот, но это, я думаю, такое, как промежуточный уровень. Самый такой вот, самый простой, первичный, я бы сказал, признак изменения тенденции все-таки уже был пройден. У нас перекрытие внутреннего сегмента было, тоже самый банальный пробой и трендовое сопротивление вверх уже здесь произошел. И, по большому счету, на ретесте, то есть, когда будут делать техническую коррекцию вниз, вот здесь я как раз и советую искать покупки. Зона у меня есть, если цена снова не дойдет до зоны, где-то по пути решит сформировать там какой-нибудь откупной сигнал, ну, что ж, буду тогда от него покупать, ну, а что делать? Вот, сейчас, в конце концов, через текущих, вот тоже на разных таймы смотрю, ну, каша, реально каша, с учетом единственного того, что у нас внизу все-таки вот здесь дали кульминацию, и вчера ее перекрыли вверх. Даже идеально вот ночью протестировали, снова там на высказываниях очередных, протестили даже кульминацию, дали реакцию. То есть, ну, подобные вещи чаще всего, что делают, техническую коррекцию вниз, здесь повторно кульминацию в диапазоне предыдущей и новое движение вверх. Поэтому я жду на укрепление, две зоны есть, скорее всего, до второй уже не дойдем, а вот от первой можно попробовать работать. Поэтому евро стратегически на эту неделю, возможно, даже еще и на следующую пролонгируется, все-таки вариант роста. Касательно нефти, ситуация абсолютно точно такая же. В принципе, мне кажется, весь рынок в одну и ту же сторону у нас сейчас движется и смотрит. По нефти я ожидаю продолжения движения вверх. У меня есть вот стратегический такой диапазон. Единственное, сейчас немножко его дополню. Значит, в рамках восходящего канала на данный момент находится цена, сейчас я его покажу правильно, вот он, раз и два. То есть, в рамках данного канала у нас с учетом изменения угла наклона находится ценовое движение. И что мне нравится вверху, ну, во-первых, здесь находится у нас и маржинальная зона, это раз, то есть, как некая граница волатильности. И плюс к этому еще и у нас вот красным светом показаны еще и границы, верхние границы рынка. Поэтому, соответственно, здесь я считаю, что цена может добить вот в эту область 43.30, 44.20 и с нее уже, соответственно, корректироваться вниз. Причем корректироваться могут вплоть до, ну, пока предположительно 37 баксов, вот примерно вот сюда. Так что, в целом, я поддерживаю тебя тоже в плане восходящего движения по нефти. И вот, как ты сказал, еще момент, где можно хорошо продать, то я бы советовал все-таки вот всем присмотреться вот к этому диапазону. Да, это всего лишь маржа, но она сочетается у нас со стратегическим уровнем сопротивления на 43.80. Это раз. И плюс ко всему еще и вот месячный плюс, точнее нет, это недельные. Это недельные границы рынка, причем обе. И текущей неделе, и следующей неделе. Поэтому, я думаю, от них, если серьезно разворот не дадут, то коррекцию, как минимум, сделать могут. Вот такое мое мнение по нефти, то есть вверх на добой и затем в коррекцию. И по евро здесь исключительно движение вверх на перехай. Денис, ну, спасибо тебе за комментарий. Давай тогда традиционно следить за тем, как активы будут отрабатывать себя по факту. Следующий эфир у нас в четверг. Соответственно, да, точно будет, как всегда, о чем поговорить. Рынки действительно очень интересные сейчас. Думаю, то, что в том числе и Трамп, и ситуация вокруг ковида еще немало дробно ломают в плане новостей. Ой, это да. Ну, все тогда. Удачной тебе торговой сессии и до четверга. Пока. Все, спасибо, коллега, тебе тоже до четверга. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.